Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала, на связи Старый. Сегодня я хочу вам показать как построить ребятки дом в скале. Да, вы давно просили ребятки домик в горе, в скале и я все-таки решил построить дом. Ребятки, но дом будет очень необычный, я заранее хочу вас попросить поставить лайк перед началом видео и кто еще не подписан, подписаться. Также ребят, хотел бы вам напомнить про свой тикток и инстаграм. В этих соцсетях, ребятки, у меня выходит контент каждый день, как и на ютюбе. Все ссылочки находятся в описании. Итак, давайте перестуем непосредственно к постройке нашего дома. Вот такие вот, ребята, материалы нам необходимы. В нижней, в самой нижней линии у нас находятся материалы, которые мы будем использовать в первую очередь. Остальные материалы, ребятки, у нас пойдут на дизайн нашего домика. Дом будет довольно-таки маленьким, но в то же время, представляете, смотрите, сколько всего будет включать. Дом реально будет очень-очень крутой. Итак, давайте начнем. Вам нужно найти вот такую вот скалу, чтобы был прямой срез. Такой довольно-таки большой прямой срез. И что вам нужно сделать? Берете, ребятки, любой полублок. Я взял из дуба. Итак, начинаем, ребятки. Вам нужно поставить два блока. Так, именно, смотрите, вот идет блок. Я специально сюда поставил. Такой, чтобы было видно наглядно. Ставим на нижнюю часть, затем ставим, ребятки, на нижний блок, но на верхнюю часть. Понимаете, я думаю, что вот так вот, если я поставлю два блока, вам будет понятно. То есть на нижнюю, потом на верхнюю. Все, с этим разъяснились. Теперь двигаем в правую сторону. То же самое. Затем приспускаемся на один полублок. Делаем то же самое. И таких, ребятки, уровня делаем четыре штуки. Вот такая вот у вас должна полосочка кривая, так сказать, получится. Теперь подходим к самому крайнему блоку. И вниз, ребятки, считаем восемь полублоков. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. С другой стороны делаем то же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Хорошо. Теперь, ребятки, что мы делаем? Нам нужно продолжить здесь, соответственно, так же. Вот таким вот образом. И приспускать то же самое все на один блок. Вот так. И вот так. Вот, ребята. Вот такая вот конструкция у вас должна получиться. Да, я согласен, ребятки, конструкция не простая, но она того стоит. Я вам реально говорю. Вот так должно все выглядеть. Отлично. Теперь, ребятки, нам нужно убрать пять блоков вглубь. Итак, два, три, четыре, пять. То же самое проделаем с остальным домом. Кстати говоря, ребятки, у нас будет здесь немножечко, несколько уровневая, если так можно выразиться, площадка. То есть у нас будет на двух уровнях располагаться дом. Но об этом чуть попозже. Так, все это дело убираем. И здесь также, ребятки, делаем высоту пока что четыре блока. Отлично. Вот таким вот образом. Просто, ребятки, убираем гору. Как раз пока вы будете убирать гору, если вы играете в режиме выживания, вы добудете довольно-таки много ресурсов, что не может не радовать. И здесь, ребятки, делаем вот такую вот высоту. Делаем чуть выше на один блок. Итак, ребятки, конечная наша высота. Раз, два, три, четыре. Здесь четыре, ребятки, блока. Здесь три блока. Здесь на нижнем уровне четыре блока. То есть вот четыре, три, три, четыре, четыре, четыре. Вот такой вот, ребятки, несколько уровневый у нас дом получился. Вы должны повторить все то же самое. Так, давайте здесь сразу я поменяю все это дело на наш камень. Для этого я как раз-таки его и взял. Кто не знает, ребятки, его можно сделать в режиме выживания, просто переплавив булыжник в печи. Довольно-таки просто. Окей, в принципе, мы здесь все сделали из камня. Теперь приступим непосредственно к отделке, если это так можно назвать. Нам понадобится, ребятки, стеклянная панель. Я взял обычную, ребятки, самую стандартную прозрачную стеклянную панель. Никакого-либо цвета я мог взять голубую, белую, черную. В принципе, вы можете, ребятки, взять на любой вкус. Это не имеет никакого значения. Я решил, что, ребятки, здесь будет смотреться довольно-таки неплохо. Именно вот такой вот прозрачный цвет. Так, делаем следующим образом. Просто, ребятки, отступив вот блок от дерева, по камню ориентируясь, выставляем наше стекло. Вот, отлично, вот так вот у нас получилось. Пока могу показать только с внутренней части. Сейчас выйдем наружу, и я вам покажу дальнейшие действия. Итак, от стекла, ребятки, отступаем один блок. И вот здесь у нас будет наша дверь. Что вам нужно сделать? Прорубить следующим образом. Вот сюда и вот сюда. Здесь ставим полублок, чтобы можно было подняться. Так, и здесь ставим дверь. Отлично, вы можете выйти, подняться. И здесь тоже ставим дверь. Так, ну-ка, давайте проверим, все ли у нас работает. Нет, немножечко мы ошиблись, видимо, одним блоком. Нам нужно подвинуть вот сюда. Я так думаю. Давайте пока что там так заложим. Сделаем следующим образом. Так. Так, здесь у нас должно получиться два блока. Так. Ставим опять же дверь. Заходим. И здесь уже по факту ориентируемся, как нам нужно выстроить свой путь. Вы можете здесь поставить, ребятки, что угодно. Можете поставить сюда ступеньки, можете оставить так, как есть. Я поставлю вот сюда вот полублок для того, чтобы можно было без проблем, без прыжков подниматься и выходить из нашего дома. Вот так вот, ребятки. Со стороны все выглядит вот таким вот образом. Мне кажется, вполне себе, ребятки, симпатично и круто. Домик в горе. Итак, заходим и приступим непосредственно к дизайну внутри самого дома. Давайте пока что уберем. Так, кстати, нет, подождите. Мы еще не закончили совсем с полами. Нам нужно вот эту вот площадку, так сказать, такой вот танцпол 4 на 3 блока. Нам нужно закидать, ребятки, здесь просто досками. Вот таким вот образом. 4. Точнее, вот так. 4 на 3. Берем потом дубовые плиты и закидываем следующим образом. Так. Вроде бы все четко. Вроде бы ничего не перепутал. Вроде бы все нормально. Так, или здесь у нас идет из... Да, у нас здесь идет, ребятки, из каменных полублоков. Я немножечко залагал, поэтому вот таким вот образом. Все. Теперь, ребятки, убираем вот эти вот материалы, которые нам были доступны до этого. И теперь переходим непосредственно к дизайну. Заходим, в правую сторону поворачиваемся, отступаем в один блок сверху, ставим фонарь. Для того, чтобы это все освещало, ставим печь. Над ней ставим люк, наковальню. Подпираем это все дело оградой. Здесь можем расположить верстак. За ними, ребятки, вы можете расположить вот так вот пару бочек. Далее, что нам необходимо сделать... Нам нужно, ребятки, сделать вот такие вот три линии из люков. На них расположить три сундука. Один двойной, один одинарный. Далее, что нам нужно сделать... Нам нужно образовать такой вот мини-стол. Так. Вот таким вот образом. Отлично. Затем, что нам нужно еще сделать? Нам нужно здесь поставить книжные полки, для того, чтобы вот такой уголочек украсить. В принципе, смотрится довольно-таки неплохо. Убираем материал, который нам уже не понадобится. Я думаю, что это будет вот таким вот образом. И берем следующие наши материалы. Ставим сюда, ребятки, наши ступеньки. Я взял ступеньки из каменного кирпича. Я думаю, вполне себе подойдут. Сюда поставим кровать. Я выбрал красную. Здесь ставим сразу на кровати вот такой вот горшок с цветком, соответственно. Так, нет, немножечко криво поставил. Надо чуть ниже. Вроде бы вот так. Да. Отлично. Туда поставим цветочек. Здесь можем расположить какую-то двойную картину. Я люблю вот такую вот с пейзажем. И здесь, ребятки, сразу можем протянуть стержень эндера вот таким вот образом. В горизонтальном виде. Три стержня эндера вам понадобятся. Точнее, стержень энда. Здесь накидаем, ребятки, такой простой красный ковер. Здесь также расположим наш фонарь, для того, чтобы у нас дом освещался вполне себе неплохо. Так, опять чуть напутал. Нужно ниже поставить. Да ё-моё, я что-то у меня никак не получается. Во, всё, наконец-то получилось. Отлично. Вот так вот, ребятки, у нас всё это дело выглядит. Давайте проверим, что мы ещё забыли. Так, мы ещё забыли, ребятки, одну вещь сделать. Нам, в принципе, не понадобятся все материалы, кроме картины. И возьмём вот эти вот остальные. Так, это уже не пойдёт. Материалы. Итак, ребятки, здесь ставим просто три разные картины. Здесь ставим три рамки, в них располагаем что угодно. Я, например, буду располагать там какую-то еду. В принципе, ребятки, всё. Вот такой вот у нас домик получился. Мне кажется, довольно-таки красивый, довольно-таки симпатичный. С прикольным таким необычным дизайном внутри. И также, ребятки, этот дом очень-очень круто выглядит снаружи. Давайте ещё раз посмотрим на него снаружи. Вот так вот он, ребят, выглядит у нас. Кому, ребят, понравилось такое видео, обязательно ставьте лайки. Также, ребятки, не забывайте подписываться на мой ТикТок и на мой Инстаграм. Напомню, что ссылочки находятся в описании. Теперь, ребятки, в конце давайте посмотрим, как дом наш выглядит в ночном виде. Вот так вот, ребят, наш домик выглядит ночью. Мне кажется, довольно-таки неплохо с освещением мы поработали. То есть, хватает вполне себе освещения. Также вы можете, например, добавить какого-то уличного освещения, если вам так угодно. Например, поставить, я не знаю, здесь как-то, либо, в общем, как-то обыграть. В принципе, я думаю, что вполне себе нам эта дверь не особо-то важна, чтобы она была подсвечена. Поэтому ничего такого здесь не нужно, я думаю. Так, это здесь тоже лишнее. Заходим. И вот так вот, ребятки, у нас всё довольно-таки стильно и уютно выглядит. Мне кажется, ребятки, это видео реально заслуживает лайк. Кто так же считает, ребятки, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Теперь, ребятки, также поставьте свой комментарий, какой вы хотите, чтобы я дом построил в следующей серии. Всё, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачки и всем пока-пока.